Некоторые женщины настолько хитрожопы, что идут сразу и подают в суд на мужчину, заявляя, что он их якобы обижает, и она ничего с этим поделать не может. И делают они это исключительно ради того, чтобы получить вид на жительство. В Испании есть такой закон, называется он 1.2004, который направлен на защиту жертв гендерного насилия. Этот закон представляет различные привилегии, включая ускоренное получение вида на жительство или ВНЖ. Если женщина становится жертвой домашнего насилия. Что делают женщины в Испании? Некоторые из них находят лазейку в этом законе и используют его в своих интересах. Вот как это происходит. Женщина, живущая с мужчиной, будто гражданский муж или даже просто партнер, с которым она просто сожительствует, может подать на него жалобу за домашнее насилие. Часто это делается по совету знакомых, подружек, которые уже прошли через эту процедуру и получили свои долгожданные документики. И вот тут возникает интересный момент. Для того, чтобы воспользоваться этим законом, совсем не обязательно быть официально зарегистрированным браке. Представляете? Даже если пара просто живет вместе без штампа в паспорте, то женщина может использовать эту возможность. Тут, конечно, резонный вопрос. Если мужчина как-то обижает женщину, но у них же ничего не связывает, нет детей, нет ипотеки, нет даже штампа в паспорте, почему просто не взять и съехать? Но нет. И, к сожалению, примеров в таких случаях хватает. Вот в Малге, например, одна женщина подала жалобу на своего партнера, утверждая, что он ее избил. Позже, конечно, выяснилось, что ее настоящая цель была получение ВНЖ, но это сработало, к сожалению. В другом случае, в Валенсии женщина использовала аналогичный способ, чтобы легализовать свое пребывание на территории Испании. В обоих случаях мужчины оказались судимы, а женщины получили свое долгожданное ВНЖ, ради которого это все и затевалось. Но бывает и по-другому. Иногда женщины попадаются на своих махинациях еще до того, как успеют добиться своего. У меня есть знакомый, который пришел с ночной смены, работал он в баре. Все хорошо, девушка его улыбается, поцеловал, он пошел в душ, выходит из душа его подружки полицейские. Его девушка, с которой он жил в гражданском браке, вызвала полицию и его забрали. Сделала она это потому, что ей так подружки посоветовали. Потому что, ну, просто он ей уже надоел, а как-то расходиться было страшно. Потому что не было никаких документов, а работал только он. У нее не было даже разрешения на работу. Благодаря соседям выяснилось, что она это все дело сфальсифицировала. Ее наказали, а его оправдали. Теперь гораздо, поверьте, гораздо осторожнее в отношениях. Вот еще один пример. Например, в Барселоне женщину разблочили, когда она пыталась обвинить своего партнера в насилии ради получения ВНЖ. Суд раскрыл ложь, и вместо документов она получила судебное преследование за ложное обвинение. В Мадриде другая женщина оказалась в подобной ситуации. Но позже выяснилось, что она уже пыталась провернуть точно такую же схему с другим своим партнером. Вот еще один пример. В Валенсии женщину задержали после того, как она отказалась от обвинений в суде, признавшись, что это была просто попытка получить вид на жительство по совету подружек.